Оскар Уайлд. Портрет Дориана Грея. Глава 10. Когда Виктор вошел, Дориан пристально посмотрел на него, пытаясь угадать, не вздумал ли он заглянуть за экран. Лаки самым невозмутимым видом стоял, ожидая приказаний. Дориан закурил папиросу и, подойдя к зеркалу, поглядел в него. В зеркале ему было отчетливо видно лицо Виктора. На этом лице не выражалось ничего, кроме спокойной услужливости. Значит, опасаться нечего. Все же он решил, что надо быть настороже. Медленно отчеканивая слова, он приказал Виктору позвать к нему экономку, сходить в багетную мастерскую и попросить хозяина немедленно прислать ему двоих рабочих. Ему показалось, что Лаки, выходя из комнаты, покосился на экран. Или это только его фантазия? Через несколько минут в библиотеку торопливо вошла миссис Лив в черном шелковом платье и старомодных нитяных митинках на морщинистых руках. Дориан спросил у нее ключ от бывшей классной комнаты. — От старой классной, мистер Дориан? — воскликнула она. — Да там полно пыли. Я сперва велю ее прибрать и все привести в порядок. А сейчас вам туда и заглянуть нельзя. Никак нельзя. Не нужно мне, чтобы ее убирали, Лив. Мне только ключ нужен. Господи, да вы будете весь в паутине, сэр, если туда войдете. Ведь вот уже пять лет комнату не открывали со дня смерти его светлости. При упоминании о старом лорде Дориана передернуло. У него остались очень тягостные воспоминания о покойном деде. — Пустяки, — ответил он. — Мне нужно только на минуту заглянуть туда, и больше ничего. Дайте мне ключ. — Вот, возьмите, сэр. Старушка неловкими дрожащими руками перебирала связку ключей. — Вот этот. Сейчас сниму его с кольца. — Но вы же не думаете перебираться туда, сэр? Здесь внизу у вас... — Нет, нет, — перебил Дориан нетерпеливо. — Спасибо, Лив, можете идти. Экономка еще на минуту замешкалась, чтобы поговорить о каких-то хозяйственных делах. Дориан со вздохом сказал ей, что во всем полагается на нее. Наконец она ушла очень довольная. Как только дверь за ней захлопнулась, Дориан сунул ключ в карман и окинул взглядом комнату. Ему попалась на глаза атласная покрывала. Пурпурная, богато расшитая золотом. Великолепный образец венецианского искусства конца 17 века, привезенная когда-то его дедом из монастыря близ Болонии. Да, этим покрывалом можно закрыть страшный портрет. Быть может, оно некогда служило погребальным покровом. Теперь эта ткань укроет картину разложения, более страшного, чем разложение трупа, ибо оно будет порождать ужасы, и ему не будет конца. Как черви пожирают мертвое тело, так пороки Дориана Грея будут разъедать его изображение на полотне. Они изгложат его красоту, уничтожат очарование. Они осквернят его и позорят. И все-таки портрет будет цел. Он будет жить вечно. При этой мысли Дориан вздрогнул и на миг пожалел, что не сказал правду Холлорда. Безилл поддержал бы его в борьбе с влиянием лорда Генри и с еще более опасным влиянием его собственного темперамента. Любовь, которую питает к нему Безилл, а это, несомненно, самая настоящая любовь, чувство благородное и возвышенное. Это необыкновенное физическое влечение к красоте, порожденное чувственными инстинктами и умирающее, когда они ослабевают в человеке. Нет, это любовь такая, какую знали Микеланджело и Монтень, и Винкельман, и Шекспир. Да, Безилл мог бы спасти его, но теперь уже поздно. Прошлое всегда можно изгладить раскаянием, забвением или отречением. Будущее же неотвратимо. Дориан чувствовал, что в нем бродят страсти, которые найдут себе ужасный выход, и смутные грезы, которые омрачат его жизнь, если осуществятся. Он снял с кушетки пурпурно-золотое покрывало и, держа его в обеих руках, зашел за экран. Не стало ли еще противнее лицо на портрете? Нет, никаких новых изменений не было заметно. И все-таки Дориан смотрел на него теперь с еще большим отвращением. Золотые кудри, голубые глаза и розовые губы – все как было. Изменилось только выражение лица. Оно ужасало своей жестокостью. В сравнении с этим обвиняющим лицом, как ничтожны были у коры Бейзела, как пусты и ничтожны. С портрета на Дориана смотрела его собственная душа и перезывала его к ответу. С гримасой боли Дориан поспешно набросил на портрет роскошное покрывало. В эту минуту раздался стук в дверь, и он вышел из-за экрана как раз тогда, когда в комнату вошел Лакей. «Люди здесь, мосье». Дориан подумал, что Виктора надо услать сейчас же, чтобы он не знал, куда отнесут портрет. У Виктора глаза умные, и в них светится хитрость, а может и коварство. Ненадежный человек. И сев за стол, Дориан написал записку Лорду Генри, в которой просил прислать что-нибудь почитать и напоминал, что они сегодня должны встретиться в четверть девятого. «Передайте Лорду Генри и подождите ответа», сказал он Виктору, вручая ему записку. «А рабочих приведите сюда». Через две-три минуты в дверь снова постучали. Появился мистер Хаббард собственной персоной, знаменитый багетный мастер Саут-Одле-Стрит, и с ним его помощник, довольно неотесанный парень. Мистер Хаббард представлял собой румяного человечка с рыжими бакенбардами. Его поклонение искусству значительно умерялось хроническим безденежним большинства его клиентов, художников. Он не имел обыкновения ходить на дом к заказчикам, он ждал, чтобы они сами пришли к нему в мастерскую. Но для Дориана Грей он всегда делал исключение. В Дориане было что-то такое, что всех располагало к нему. Приятно было даже только смотреть на него. «Чем могу служить, мистер Грей?» осведомился почтенный багетчик, потирая пухлые веснущатые руки. «Я полагал, что мне следует лично явиться к вам. Я как раз приобрел чудесную раму, сэр. Она мне досталась на распродаже. Старинная, флорентийская, должно быть из фонд Хилла. Замечательно подойдет для картины с религиозным сюжетом, мистер Грей. Извините, что побеспокоил вас, мистер Хаббард. Я зайду, конечно, взглянуть на раму, хотя сейчас не особенно увлекаюсь религиозной живописью. Но сегодня мне требуется только перенести картину на верхний этаж. Она довольно тяжелая, поэтому я попросил вас прислать людей». «Помилуйте, мистер Грей, какое же беспокойство!» «Я очень рад, что могу вам быть полезен. Где картины, сэр?» «Вот она», — ответил Дорин, отодвигая в сторону экран. «Можно ее перенести как есть, не снимая покрывала? Я боюсь, как бы ее не исцарапали при переноске». «Ничего тут нет трудного, сэр», — услужливо сказал багетчик и с помощью своего подручного начал снимать портрет с длинных медных цепей, на которых он висел. «А куда же прикажете ее перенести, мистер Грей?» «Я вам покажу дорогу, мистер Хаббард. Будьте добры следовать за мной. Или, пожалуй, лучше выйдите вперед. К сожалению, это на самом верху. Мы пройдем по главной лестнице, она шире». Он распахнул перед ними дверь, и они прошли в холл, а оттуда стали подниматься по лестнице наверх. Из-за украшений массивной рамы портрет был чрезвычайно громоздким, и время от времени Дориан пытался помогать рабочим, несмотря на подобострастные протесты мистера Хаббарда, который, как все люди его сословия, не мог допустить, чтобы знатный джентльмен делал что-либо полезное. «Груст немалый, сэр», — сказал он, тяжело дыша, когда они добрались до верхней площадки, и отер потную лысину. «Да, довольно-таки тяжелый», — буркнул в ответ Дориан, отпирая дверь комнаты, которая отныне должна была хранить его странную тайну и скрывать его душу от людских глаз. Больше четырех лет он не заходил сюда. Когда он был ребенком, здесь была его детская. Потом, когда подрос, классная комната. Эту большую, удобную комнату покойный лорд Келсу специально пристроил для маленького внука, которого он за поразительное сходство с матерью или по каким-то другим причинам терпеть не мог и старался держать подальше от себя. Дориан подумал, что с тех пор в комнате ничего не переменилось. Также стоял здесь громадный итальянский сундук, косомы, с причудливо расписанными стенками и потускневшими от времени золочеными украшениями. В нем часто прятался маленький Дориан. На месте был и книжный шкаф красного дерева, набитый растрепанными учебниками, а на стене рядом висел все тот же ветхий хламанский гобелен, на котором сильно выленившие король и королева играли в шахматы в саду, а мимо вереницы проезжали на конях сокольничьи, держа на своих латных рукавицах соколов в клобучках. Как все это было знакомо Дориану. Каждая минута его одинокого детства вставала перед ним, пока он осматривался кругом. Он вспомнил непорочную чистоту той детской жизни и жутко ему стало при мысли, что именно здесь будет стоять роковой портрет. Не думал он в те безвозвратные дни, что его ожидает такое будущее. Но в доме нет другого места, где портрет был бы так надежно укрыт от любопытных глаз. Ключ теперь в руках у него, Дориана, и никто другой не может проникнуть сюда. Пусть лицо портрета под своим пурпурным саваном становится скотски тупым, жестоким и порочным. Что за беда? Ведь никто этого не увидит. Да и сам он не будет этого видеть. К чему наблюдать отвратительное разложение своей души? Он сохранит молодость, и этого довольна. Впрочем, разве он не может исправиться? Разве позорное будущее так уж неизбежно? Быть может, в жизнь его войдет большая любовь и очистит его, убережет от новых греков, рождающихся в душе и теле, тех неведомых, еще никем не описанных грехов, которым самая таинственность их придает коварное очарование. Быть может, настанет день, когда этот алый чувственный рот утратит жестокое выражение, и можно будет показать миру шедевр Бейзела Холварда. Нет, на это надежды нет. Ведь с каждым часом, с каждой недели человек на полотне будет становиться старше. Если даже на нем не отразятся тайные преступления и пороки, безобразных следов времени ему не избежать. Щеки его станут дряблыми или валятся. Желтые гусиные лапки лягут вокруг потускневших глаз и уничтожат их красоту. Волосы утратят блеск, рот, как всегда у стариков, будет бессмысленно полуоткрыт, губы безобразно отвиснут. Морщинистая шея, холодные руки со вздутыми синими венами, сгорбленная спина. Все будет, как у его покойного деда, который был так суров к нему. Да, портрет надо спрятать. Ничего не поделаешь. Несите сюда, мистер Хаббард, устало сказал Дори, набернувшись. Извините, что задержал вас. Я задумался о другом и забыл, что вы ждете. Ничего, мистер Грей, я рад был передохнуть, отозвался богетчик, все еще не отдышавшийся. Куда прикажете поставить картину, сэр? Куда-нибудь, все равно. Ну, хотя бы тут. Вешать не надо. Просто прислоните ее к стене. Вот так, спасибо. Нельзя ли взглянуть на это произведение искусства, сэр? Дориан вздрогнул. Не стоит. Оно вряд ли вам понравится, мистер Хаббард, сказал он, в упор глядя на богетчика. Он готов был кинуться на него и повалить его на пол, если тот посмеет приподнять пышную завесу, скрывающую тайну его жизни. Ну, не буду больше утруждать вас. Очень вам признателен, что вы были так любезны и пришли сами. Не за что, мистер Грей, не за что. Я всегда к вашим услугам, сэр. Мистер Хаббард, тяжело вступая, стал спускаться с лестницы, а за ним его подручный, который то и дело оглядывался на Дориана с выражением робкого восхищения на грубоватом лице. Он в жизни не видел таких обаятельных и красивых людей. Как только внизу затих шум шагов, Дориан запер дверь и ключ положил в карман. Теперь он чувствовал себя в безопасности. Ни чей глаз не увидит больше страшный портрет. Он один будет лицезреть свой позор. Вернувшись в библиотеку, он увидел, что уже шестой час и чай подан. На столике темного душистого дерева, богато инкрустированным перламутром, это был подарок леди Редли, жены его опекуна, дамы, вечно заняты своими болезнями и прошлую зиму, жившие в Каире. Лежала записка от лорда Генри, и рядом с нею книжка в желтой, немного потрепанной обложке, а на чайном подносе третий выпуск Сент-Джемской газеты. Очевидно, Виктор уже вернулся. Дориан спрашивал себя, не встретился ли его Локи с уходившими рабочими, и не узнал ли от них, что они здесь делали. Виктор, разумеется, заметит, что в библиотеке нет портрета. Наверное, уже заметил, когда подавал чай. Экран был отодвинут, и пустое место на стене сразу бросалось в глаза. Чего доброго он как-нибудь ночью накроет Виктора, когда тот будет красться наверх, чтобы взломать дверь классную. Ужасно это, иметь в доме шпиона. Дорину приходилось слышать о том, как богатых людей всю жизнь шантажировал кто-нибудь из слуг, которому удалось прочесть письмо или подслушать разговор, подобрать визитную карточку с адресом, найти у хозяина под подушкой вверший цветок или обрывок смятого кружева. При этой мысли Дориан вздохнул и, налив себе чаю, распечатал письмо. Лорд Генри писал, что посылает вечернюю газету и книгу, которая верно заинтересует Дориана, а в четверть девятого будет ожидать его в клубе. Дориан рассеянно взял газету и стал ее просматривать. На пятой странице ему бросилась в глаза заметка, отчеркнутая красным карандашом. Он прочел следующее. Следствие по делу о смерти актрисы Сегодня утром в Белл Теверн на Кокстон-Род участковым следователю мистером Денби произведено было дознание о смерти молодой актрисы Сибиллы Уэйн, в последнее время выступавшей в Холморнском Королевском театре. Следствием установлена смерть от несчастного случая. Глубокое сочувствие вызывала мать покойной, которая была в сильном волнении, когда давали показания она и доктор Бирл, производивший вскрытие тела Сибиллы Уэйн. Дориан, нахмурившись, разорвал газету и выбросил клочки в корзину. Как все это противно! Как ужасны эти отвратительные подробности! Он рассердился на лорда Генри, приславшего ему эту заметку. А еще глупее то, что он обвел ее красным карандашом, ведь Виктор мог ее прочесть. Для этого он достаточно знает английский язык. Да, может быть, Лакия уже прочел и что-то подозревает. А впрочем, к чему беспокоиться? Какое отношение имеет Дориан Грейг к смерти Сибиллы Уэйн? Ему бояться нечего. Он ее не убивал. Взгляд Дориана случайно остановился на желтой книжке, присланной лордом Генри. Интересно, что это за книга? Подумал он и подошел к столику, на котором она лежала. Восьмиугольный, выложенный перламутром столик казался ему работой каких-то неведомых египетских пчел, лепивших свои соты из серебра. Взяв книгу, Дориан уселся в кресло и стал ее перелистывать. Не прошло нескольких минут, как он уже погрузился в чтение. Странная то была книга. Никогда еще он не читал такой. Казалось, под нежные звуки флейта грехи всего мира в дивных одеяниях проходят перед ним безгласной чередой. Многое, о чем он только смутно грезил, вдруг на его глазах облеглось плотью. Многое, что ему во сне не снилось, сейчас открывалось перед ним. То был роман без сюжета, вернее, психологический этюд. Единственный герой его, молодой парижанин, всю жизнь был занят только тем, что в XIX веке пытался воскресить страсти и умонастроения всех прошедших веков, чтобы самому пережить все то, через что прошла мировая душа. Его интересовали своей искусственностью те формы отречения, которые люди безрассудно именут добродетелями, и в такой же мере те естественные порывы возмущения против них, которые мудрецы все еще называют пороками. Книга была написана своеобразным чеканным слогом, живым, ярким и в то же время туманным, изобиловавшим всякими арго и архаизмами, техническими терминами и изысканными парафразами. В таком стиле писали тончайшие художники французской школы символистов. Встречались здесь метафоры, причудливые, как орхидеи, и столь же нежных красок. Чувственная жизнь человека описывалась в терминах мистической философии. Порой трудно было решить, что читаешь. Описание религиозных экстазов какого-нибудь средневекового святого или бесстыдное признание современного грешника. Это была отравляющая книга. Казалось, тяжелый запах курений поднимался от ее страницы, дурманил мозг. Самый ритм фраз, вкрачивая монотонность их музыки, столь богатый сложными рефренами и нарочитыми повторами, склоняло к болезненной мечтательности. И глотая одну главу за другой, Дориан не заметил, как день склонился к вечеру, и в углах комнаты залегли тени. Безоблачное малахитовое небо, на котором прорезалась одинокая звезда, мерцало за окном. А Дориан все читал при его неверном свете, пока еще можно было разбирать слова. Наконец, после неоднократных напоминаний Лакея, что уже поздно, он встал, прошел в соседнюю комнату и, положив книгу на столик флорентийской работы, стоявшей у кровати, стал переодеваться к обеду. Было уже около девяти, когда он приехал в клуб. Лорд Генри сидел один, дожидаясь его, с весьма недовольным и скучающим видом. «Ради бога, простите, Гарри!» воскликнул Дориан. «Но, в сущности, опоздал я по вашей вине. Книга, которую вы мне прислали, так меня околдовала, что я и не заметил, как прошел день». «Я так и знал, что она вам понравится», отозвался Лорд Генри, вставая. «Я не говорил, что она мне нравится. Я сказала, околдовала. Это далеко не одно и то же». «Ага, вы уже поняли разницу?» проронил Лорд Генри. Они направились в столовую.